Северодонецк Оттуда ведется обстрел города Лисичанска со всех позиций И это очень опасно, так что уходим в укрытие Из Лисичанска и окрестных населенных пунктов эвакуировались почти все жители Но некоторые ждали до последнего момента Здравствуйте В моей тачке телевидения Хотела спросить, почему вы не эвакуировались? Мои дети и внуки сидели в подвал А вот здесь? В Северодонецке здесь А как я поеду, когда они... Не сможет Пока они эвакуировались На самом очеред В Минобороны России на этом фоне говорят о тяжелых потерях ВСУ в районе Светогорска Это в 60 километрах к западу от Северодонецка Сейчас российские военные усилия сосредоточены именно в районе Донбасса Кроме того, в Москве говорят об организации сухопутного пути в Крым По территориям Юго-Восточной Украины, захваченном в самом начале вторжения Пока речь идет о доставке грузов и продовольствия Про российские руководители этих территорий говорят о намерении провести референдумы, подобные Крымскому 2014 года Так, в среду о таких планах заявили в Запорожской области В украинском же руководстве уже некоторое время утверждают, что российские войска исчерпали ресурсы для крупных операций В то время как ВСУ с помощью западного оружия имеет шансы переломить ход боевых действий Если в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем мы будем говорить уже о нехватке еды И коснется она более полутора миллиардов человек во всем мире Генсек ООН Антонио Гутерриш отметил, что цены на продовольствие достигли рекордных высот И это в первую очередь скажется на населении Азии и Южной Америки Спустя три месяца после российского вторжения в Украину мы сталкиваемся с новой реальностью Для тех, кто находится на местах, каждый день приносят новое кровопролитие и страдания А для людей во всем мире война вместе с другими кризисами грозит беспрецедентной волной голода и нищеты Оставляющей за собой социальный и экономический хаос Генсек ООН еще раз призвал разработать план под транспортировки украинского зерна По подсчетам речь идет о 20 миллионах тонн продукции Одним из главных итогов прошедших в Ангаре переговоров министров иностранных дел России и Турции Стало заявление Сергея Лаврова о готовности обеспечить безопасность прохода украинских судов зерном При условии, что Киев разминирует свои территориальные воды В свою очередь Украина, опасаясь использования России зернового коридора для военных целей Запросила гарантии безопасности Прежде всего путем поставки Киеву оружие для защиты побережья от угроз с моря Россия ответит на недружественные шаги Франции, которая прекратила вещание трех российских телеканалов РТР Планет, Россия 24 и Международный ТВ-центр Об этом заявили в российском МИДе Шестой пакет европейских санкций требовал отключить каналы 25 июня Но в Париже решили остановить вещание даже раньше этого срока Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации Очередное подтверждение досрочное, осуществленное в нарушении даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания в этой стране трех российских телеканалов Конечно, мы изучим варианты реагирования на подобные недружественные действия И, конечно, ответ будет дан Еще в начале марта во Франции, как и в других странах ЕС, было окончательно остановлено вещание российских каналов РТ и Спутник Их в Брюсселе называли главными орудиями зарубежной пропаганды Кремля и выдвигали целый ряд претензий еще до войны Отдельные страны, отдельные операторы по собственной инициативе прекращали вещание других российских программ, вплоть до развлекательных В самой России также активно блокируют как российские оппозиционные, так и зарубежные СМИ Так, в конце марта был заблокирован Евроньюз Многие развлекательные западные каналы прекратили вещание в России самостоятельно в рамках санкций Европейский парламент одобрил решение Европейской комиссии о прекращении продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году Предполагается заменить их электромобилями Однако на бурной сессии в Страсбурге депутаты проголосовали против реформирования схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов Который является ключевым элементом зеленой стратегии Брюсселя Лидер Европейской народной партии возмущен тем, что эта крупнейшая фракция не смогла добиться утверждения реформы из-за объединенного сопротивления меньших групп Социалисты зеленые и левые проголосовали вместе с крайне правыми против предложений большинства, сказал немец Манфред Вебер Не надо изменять историю, это несправедливо Кто, господа из НП, раньше уступил нажиму лоббистов и проголосовал с крайне правыми, парировала левая француженка Манон Абри А кто сегодня несет ответственность за отрицание изменений климата, это вы Социалисты левые и зеленые еще больше, чем правоцентристы выступают за радикальные экологические меры Но они неожиданно отвергли часть плана Еврокомиссии на том основании, что текст стал недостаточно амбициозен из-за включения в него ряда поправок Мы можем пойти на множество компромиссов, сказала бельгийский социалист Кэтлин Ван Брэмт Но если будут ослаблены амбиции, соответствующие зеленой сделке и закону о климате, мы не поддержим это предложение План еврокомиссаров вместе с двумя ключевыми контрпредложениями депутатов отправлен на дальнейшее обсуждение Это разозлило бывшего председателя Европарламента, состоящего в партии Форция Италия Социалисты заняли неслыханную позицию, сказал Антонио Таяни Когда они проигрывают, они решают остановить реформу Переговоры в Европарламенте продолжатся с целью найти компромисс для утверждения пакета под названием готовность 55 Его цель приспособить законодательство ЕС для достижения 55% сокращения выбросов углекислого газа по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая главным образом страны Запада и ряд других промышленно развитых стран мира Понизила свой прогноз роста мирового ВВП в 2022 году с 4,5 до 3% Главной причиной снижения экономического роста в докладе называется российско-украинская война и связанные с ней антироссийские санкции Экономики развитых стран будут страдать от высокой инфляции, которую подстегивает рост цен на энергоносители и продукты питания Организация прогнозирует дальнейшее снижение роста в 2023 году В еврозоне экономика предположительно вырастет только на 1,6%, а экономика Великобритании на 0% Негативные последствия войны ощутят на себе и развивающиеся страны, зависящие от поставок из России и Украины Война скажется на Африке и Брежнем Востоке Это говорит о том, насколько зависимы от России и Украины многие страны Брежнего Востока и Африки От Ливана до Египта, Туниса и Йемена В докладе также содержится предупреждение, что сохраняются риски еще большего снижения роста в этом году в случае, например, полного прекращения поставок российского газа в Евросоюз На росте производства негативно скажется и ожидаемое повышение процентных ставок в еврозоне США для снижения инфляционного давления Испания готовится к наступлению зноя Синоптики прогнозируют, что уже к пятнице жара распространится по всей территории страны Температура в долине Гвадалквивира может достичь 40 градусов Метеорологи предполагают, что речь идет о самом раннем наступлении экстремальной жары за все время наблюдений за погодой Жара на полуострове, а также на Балиарских островах, где температура превысит 35 градусов на этих выходных Говорит о том, что нельзя исключать вероятность того, что мы имеем дело с первой аномальной жарой этого года Не нужно торопиться с выводами, но не исключено, что мы столкнулись с первой волной жары лета 2022 года Который может быть одной из самых ранних за время наблюдений Потому что самый ранний зарегистрированный случай наступил 11 июня 1981 года Ожидается, что африканская жара будет чувствоваться сильнее, так как она установится в июне С его самыми длинными световыми днями и за короткие ночи земля не будет успевать охлаждаться Кроме того, сейчас в Испании установилась безветренная погода КОНЕЦ